Уже в сентябре Беларусь впервые станет центром притяжения воднолыжного спорта Европы. В первых числах осени у нас пройдет чемпионат Европы по водным лыжам за электротягой среди взрослых спортсменов, а спустя неделю среди юниоров. Заявки на участие уже подали 140 атлетов. Белорусские воднолыжники на протяжении многих лет по праву считаются одними из мировых фаворитов в своем виде и на домашней воде собираются показать класс. Впрочем, некоторые из лидеров нашей команды уже в эти выходные демонстрируют свое мастерство. В Новополоске проходит первенство Беларуси по водным лыжам за катером среди спортсменов от 14 до 17 лет. На протяжении трех соревновательных дней юниоры состязаются в трех дисциплинах – в фигурном катании на водных лыжах, слалами и прыжках с трамплина. На этих соревнованиях решается двойная задача. Мы отбираем команду на первенство Европы до 17-14 лет и заодно просматриваем дальний резерв. Поэтому здесь очень высокая, большая разница в результатах, скажем. Есть явные лидеры. Это Мария Бельская, безусловно. Это Софья Гвоздева. Это Кирилл Лобковский. Вот Василий Мазуркевич, который в последнее время громко о себе заявил. И есть совсем интересные малыши, которые стартуют первый раз в жизни на соревнованиях. И в эти же дни в украинском Днепре проходит чемпионат Европы по водным лыжам за катером до 21 года. Предварительные заезды двух дисциплин прошли на рекордной волне. Список финалистов в фигурном катании у девушек с личным рекордом возглавила Алена Пархоменко из Минска. Бронзовый призер 2019 года Junior Masters в США в этом виде. Луиза Чернышева из Новополоцка, несмотря на травму, установила новое личное достижение в прыжках с трамплина. И уже известно, что бронзовым призером с лалами стала минчанка Валерия Трубская. Соревнования в Украине продолжатся и завтра. Пожелаем нашей команде удачи. Продолжение следует...